Давайте я нанесу сейчас, что называется, многоугольник общего вида, и мы сейчас с вами все поймем. Итак, вот есть многоугольник, многоугольник, многоугольник. Вот есть какая-то точка. Есть варианты. Если она взята, то в таком случае мы получаем цепочку, концы, которые взяты, и в ней n плюс одна точка. Вариантов g от n плюс единицы. Дальше, к сожалению, вариантов больше, а именно три штуки. Смотрите, что это за вариант. Давайте я рисую эти три круга. Рисую эти три круга. Вот эта точка, вот та самая наша точка А. Давайте ее отметим. Наша точка А, представьте себе, что не взята. Вот я ее зачеркиваю. В таком случае есть варианты, либо соседи взяты оба, и это называется g от чего? Смотрите, а я не рисую, а рисую вот это. Сколько точек? g от всего точек было n штук. Было n вершин. Значит, n вершин. Вот здесь вот мы одну вершину расцепили. Были вершины, одну расцепили, стало гораздо больше. Одну зачеркнули, расцепили. Сколько здесь точек? n минус 1 абсолютно верно. Дальше пошли другие случаи. Здесь вот соседние не взяты, а это соседние взяты. И, соответственно, вот это взяты тоже. И здесь случай, наоборот, это взяты. Ну, соседние не взяты, это не так интересно. А вот важно, что это не взяты, а соседние взяты. Давайте отбираться. Здесь сколько точек убрали? Убрали две точки. Значит, осталось сколько? n минус 2. Отлично. Здесь сколько точек убрали? n минус 2. Ребята. Мы с вами пишем формулу для p от n. p от n. Наша сегодняшняя главная штука. Получается, в каким способом, 4 варианта. Либо надо взять g от n плюс 1. Это когда взяли фиксированную точку и ее взяли. Либо, какие еще случаи? Два раза g от n минус 2 и один раз g от n минус 1. Пишу. Один раз g от n минус 1 и два раза g от n минус 2. Представляем вместо n что-нибудь большое и интересное. Например, b от 11. Это есть g от 12 плюс g от 10 и 2 раза g от 9. Давайте считать. g от 12 у нас посчитано. 9. Дальше. g от 10 это 5. И g от 9 это 4. 2 раза 4. Так, ужасно интересно, сколько это будет. 8 и 5. И 9. 22. 22. b от 11. Правда совпал? Правда совпал? Ребята, а давайте мы еще что-нибудь считаем. Что такое семерка? Это 3 плюс 2 плюс 2 единицы. Проверите. Согласны? Да. Отлично. Что такое пятерка? 2 плюс 1 плюс 2 единицы. Да, совпал. Совпал. Явная формула, которая выражает значение функции b через значение функции g.